Вот когда городские власти, власти области будут думать об этом, и кстати будут думать об этом еще и собственники, которые содержат средства массовой информации, ну в данном случае вообще как бы собственники, которые содержат предупрежденных, да, вот тогда в Запорожье будут оставаться люди. Им будет интересно работать, и им не нужно будет вырывать себя из своей ментальности. А это тоже очень неоднозначно, я вам хочу сказать. Неоднозначно. Это трудно. Особенно когда так адаптироваться, да, особенно когда идет такое неприятие, абсолютно такое неприятие. Враждебность, неприятие, причем это совершенно ни на чем не обоснованно. Вот. Те ребята, которые я их очень, ну прекрасно понимаю, когда приезжают и там тоже их встречают, но они молодые, да, вот. Встречают враждебно, внутри коллектива. Почему? Потому что в средствах массовой информации сейчас конкурентность в Киеве очень высокая. Очень высокая. Ильпиадам трудно. Вот у меня Курта уехал в Киев, это на новый канал, да, и я, честно говоря, переживаю. Потому что он способный, Бланчик, а уехал заниматься совсем не журналистикой, а пиар, а это не его, я ему сказала, что это не его. Поэтому, ну, по крайней мере, я хотела бы, чтобы у него все сложилось, если бы, если бы, если бы обратиться, и у меня будет возможность, я ему всегда помогу. Скажите, пожалуйста, вот, как профессионалы, почему многие читатели, которые, которые проявляют интересы, но не знают артологически, по-своему, как они возмеряют на логику? То есть, это понятно, есть тиран, что зато все равно не есть. Каналы, как обычно, не говорят. Профессионалы измерения канала. Для этого есть же и Киев, да, вот, определенные структуры, которые занимаются измерением каналов и анализируют, собственно говоря, дают аналитику и по аудитории и так далее. Здесь есть такое, вот, это, как пиплметры, устанавливаются пиплметры определенные, там, выборочно, да, с гражданами заключают договора, да, что вот они будут включать эти пиплметры, пиплметры у них работает, то есть они не могут на него реагировать. Они могут своим вкусовым предпочтениями, выбирая тот или иной программный продукт, тот или иной канал, они, естественно, влияют на этот пиплметр, который фиксируют, да. И уже, собственно говоря, поэтому собираются данные и так далее. Это очень серьезная вещь. Но, ну, очень дорого стоит заключить договор. Ну, нет у нас на тысячу долларов. Опять же, да? Опять же. Ну, нет у нас на тысячу долларов. Сколько сегодня Алекса, ну, вот, налажено, аудитория Алекса? А вот мы и хотим, собственно говоря, мы сейчас начинаем расширяться. Мы сейчас уже, да, вот за эти месяцы, несколько месяцев, ну, по крайней мере, я буду говорить о своем, не касается своей, да, вот, мы сейчас уже зашли. Три города. Три города. Мы расширяем СИП по области. Это очень сложно. Это очень сложно. Потому что, вот, Запорожье, для того, чтобы нам, собственно говоря, вот, мы проводим сейчас социологические исследования, мы хотим определиться и конкретизировать. Потому что те цифры, которые есть, ну, это не то. Я вижу это, чувствую, что это совсем не то. Вот, когда мы определимся, проведем эти исследования социологические, мы четко скажем. Для того, чтобы покрыть запорожские регионы, да, надо до спутника походить. Вы понимаете? Почему объясняю? Да, они не скоро еще провайдеры придут в села, придут, а из области, как бы, регионы, они в основном, ну, города там более-менее, да. А остальное, это сельская местность, товарищи, туда не придут, не придут. Они совершенно, они, у них нет цели, знаете, просвещать, заботиться о людях и так далее. Они заботятся о своей составляющей, да, финансовой составляющей. Когда ты едешь и видишь, такие хатки себе, покосившиеся, и спутниковая антенна, потому что это единственная возможность, это, собственно говоря, вещание, телевизионное вещание, да, все. И поэтому говорить о том, что покрытие, покрытие, это, ну, на сегодняшний день, это спутниковая телевизия, потому что капельная, ну, не решает этих проблем, и если она решает, ну, это в крупных городах, это решается этим вопросом капельная телевизия, потому что, ведь даже в Запорожье, в центре у вас же нет капельной телевизии, не во всех каналах, так как капельная телевизия есть, это проблема, да, да, естественно, понимаете? Здесь даже этот вопрос не решен, хотя в Запорожье это мощнейший, повышенный центр. Здесь не решен, поэтому решение это только спутниковое. Но тут опять мы возвращаемся к правовое поле. Понимаете? А правовое поле, это Верховный Совет еще не установил стоимость пакета на спутниковые вещания. Вот когда Верховный Совет установит, тогда мы сможем... Цена вопроса будет понятна. Цена вопроса уже будет понятна. Но опять это оборудование, это... И опять это существует какой-то замкнутый круг, по которому, в общем-то, региональные семьи ходят, и здесь уже никуда не денешься. А почему тогда вот столько фильмов с эмблемами предприятий, где там рассказывают о том, как было хорошо в советском прошлом, и какие-то негативные мысли насчет независимости Украины. Да, вот я отвечаю на ваш вопрос. Каждое, собственно говоря, предприятие может заказать нам производство программного... Своему продукту, фильмы и т.д. и т.п. Но Моторсич, мы взаиморассчитываемся, они нам платят за это деньги. И этот вопрос, который мы поставили, как бы, ну, по крайней мере, я туда пришла, я поставила этот вопрос очень серьезный. Понимаете, мы не можем быть карманными и не можем вот так вот по указке. Вы меня извините, я посмотрела новости Пятого канала, и бедные люди, у них половина новостей рассказа Запорожья стали. Понимаете? У нас сейчас это война. У нас сейчас это война. Но я не исключаю того, что как собственник, да, и корпорация, которая имеет очень много предприятий, у нас есть еще и какие-то корпоративные обязательства, да. Мы рассказываем о детских санаториях, о детских садах, а в это все, извините меня, это все строили, это все создавало Моторсич. И от этого никуда не денешься. Не надо все вот, как бы вот под одну гребенку, что все, раз Моторсич там или Запорожь стали, это плохо. Подождите. Люди сделали очень много предприятий, сделали очень много. Они построили детские лагеря, санатории, профилакторий и т.д. На мой взгляд, это личность Вячеслава Александровича Капуслаева. Это личность. И запорожский ребенок может этой личностью гордиться. Он очень много сделал для Запорожья, для запорожской бодности. Понимаете? И делал это. Должно быть все справедливо, разумно и сбалансировано. Понимаете? Вот. А Моторсич не паразитирует на нас. Абсолютно. У нас сейчас все очень четко. Мы тоже оплачиваем и коммунальные услуги оплачиваем им и так далее. Мы перешли на взаимокатые вот зачетки. Вы правильно помнили, что мы с ней работали? Да. У вас с ней коммерческие отношения? Ну правильно, это бизнес есть бизнес, извините. Конечно, справедливо, это нормальная идея. Социальная функция сохраняется. Понимаете? Если какие-то клиника Мотор проводит какие-то действительно акции, делает какие-то там ноу-хау и так далее, мы что, поедем в больницу, чтобы рассказать о людях, о техношествах, которые есть в этой больнице, будем брать деньги? Это и есть корпоративные, собственно говоря, наши составляющие корпоративных отношений. Это разные вещи. Пиар это другое. Хотя взаимный пиар не исключается. Вы же сами знаете. Мы можем работать и с газетами, и с другими каналами, кстати. Не обязательно, знаете, воинствующие, проявлять такие отношения друг к другу, да, не приводишься в одной... На какую аудиторию вообще сейчас рассчитан ваш канал? По возрасту? Да. Вы знаете, дело в том, что мы рассчитываем на этот канал... Если вот, грубо говоря, сейчас мы, я же говорю, у нас сейчас социологические исследования. Канал был рассчитан, ну, вообще, на зрителя Закушевского. То есть вот таких, как бы, исследований не проводят зрительства. Ну вот у нас уже, у нас уже, у нас уже анкета разработана, мы до конца года это все сделаем. Для тех, кто вещает, например, в ближайших, вот это центральности, большие регионские мировые. Ну, на всех, собственно говоря. Потому что у нас, мы вот сейчас будем делать новую сказку, абсолютно новую сказку. Для детей. Да, закрывать все семьи. И там, условно, образовательный, просветительский канал, да, ну, в плане нашей, допустим, аудитории, который касается... А вообще, если брать, как бы, аудиторию от и то, тут в большей степени это семейное, потому что мы заботимся. И о детях, и о подростках будем, мы будем делать серьезную программу, очень, очень серьезную. Если бы у нас, вы знаете, возможности еще были вот со студиями, да, мы бы вот сейчас сделали ток-шоу. У нас уже полностью оно разработано для детей, для подростков, где-то, 14-15 лет, где-то так, вот. Ну, пока исходим из своих возможностей. Вопрос вообще-то не совсем ко мне, я бы рассматривала. Я бы рассматривала, я бы рассматривала. Потому что разумное всегда должно приниматься. Если есть люди, которые хотят вложить деньги в развитие, то тут, но здесь, будем честно говорить, мы с вами уже... Ну, кто это будет на сегодняшний день, найдите мне, напомню, альтруиста, вы из бизнесменов, вы покажите, которому вложил деньги и сказал, дарю. Да, ничего подобного. Никто ничего не дарит. Сейчас. Вот сейчас никто ничего не дарит. Даже на детских программах, даже на чем-то. Да не дарит никто. Вложил, дайте. Какой-то интерес, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. И я хочу сказать нам с коллегами, я хочу сказать, что мы очень открыты, совершенно открыты. Мы готовы к сохранению чьей. Пожалуйста. Мы готовы к сохранению чьей. Мы готовы, собственно говоря, рассматривать возможности совместных проект. А почему? Пожалуйста. Ваши предложения. И будем думать. Потому что где-то будет проще, допустим, объединить усилия, да. Если есть журналисты, которые работают в печатных СМИ, да, заменяемые деньги. Ради Бога, ребят, прекрасности. Будем рады. Вы, конечно, вы работаете. Мне тоже интересно. Интересно. Свою программу, да? Да, потому что это человек, который... Эпотирует. Эпотирует, да. А, допустим, ток-шоу, ток-шоу, это что? Это конфликт. Это создание конфликта. Вот умение создать конфликт не очень хорошо. Скажем честно. Желающий создать конфликт, мы к вам смело обращаемся. Пожалуйста, ради Бога, только служим. Потому что конфликт... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова